Ослабление режима самоизоляции и теплая погода позволяют дольше находиться на улице, но при этом не стоит забывать, что по-прежнему обязательный масочный режим в местах массового скопления людей, к которым относятся и объекты торговли. За соблюдением мер предосторожности продавцами и покупателями в условиях пандемии коронавируса ежедневно следят специалисты. Репортаж Дарья Бугаевой. В Лабытнанге продолжаются проверки торговых объектов по соблюдению правил ограничений и требований в период режима повышенная готовность. Как показал прошлый рейд, рекомендации по соблюдению масочного режима в магазинах соблюдаются не всегда. Но сегодня таких случаев только прибавилось. В магазине овощепродукты выявили нарушение по несоблюдению санитарно-противоэпидемических требований. Перед началом проверки в масках были почти все посетители. Что касается персонала, то предметы защиты у них и вовсе отсутствовали. Поступают обращения и в социальных сетях. И так люди говорят, что приходя в торговые точки, они не всегда видят, что персонал магазинов соблюдает этот масочный режим. То есть покупатель заходит в магазин, одевает маску в обязательном порядке, а персонал, который работает в магазине и контактирует с многими покупателями, он не соблюдает. Мы проехали в данный магазин и по факту, зайдя, увидели, что да, действительно масочный режим персонала магазина не соблюдается. Если для покупателей зачастую все обходится профилактической беседой, то на объект торговли составляют протокол об административном правонарушении. Штрафы для юридических лиц немалые. Когда я сейчас буду составлять протокол, я готов вас выслушать. Выдать выдали, а надеть забыли. Сотрудники магазина без масок и перчаток беспрепятственно отдают покупки, а покупатели не против. Почему вы были без масок? Потому что я в них задыхаюсь. А я серьезно задыхаюсь. После составления протокола он будет направлен в суд. А там уже будет определена степень вины и наказания. Что касается рейдов, то они будут продолжаться. Добавим, что введение новых послаблений режима повышенной готовности в регионе напрямую зависит от соблюдения жителями элементарных правил безопасности.